Перекрываю ноготок красивым серым гель-лаком, нанесу его в один средний слой и отправлю в лампу. Это хлопья ёлки вот в такой жидкой форме. И для тех, кто не любит мусорить, для тех, кому не нравится, когда хлопья летят в разные стороны, нанесу немножечко хлопьев ёлки. Очень люблю по периметру раскладывать. Красиво на этом цвете как смотрится. Прихлопывающими движениями раскладываю по периметру, оставляю центральную часть. Можно взять кисть амбуре и поправить. Можно, можно не брать кисть амбуре, можно и так поправить. Так красиво, красиво. Зафиксирую в лампе. На подушечку для стемпинга набрала краску. У меня подушка не забавленная, поэтому капельки начинают съезжаться. Это то, что мне нужно. Немножечко подожду, красиво, чтобы разъехалось, и отправлю на 10 секунд в лампу. Выберу место на ноготочке и отпечатаю на остаточную липкость. Как вы знаете, на любом этапе можно остановиться. У меня есть вот такие красивые слайдеры. Они разных размеров, но скорее всего возьму тот, который побольше. Но подойдут и для маленьких ноготочков. Так как у меня есть где разогнаться, я возьму тот, который побольше. А эти маленькие оставлю для ноготочков. Намочу слайдер водичкой. Пока слайдер у меня намокает, я тонким-тонким слоем нанесу базу. Нанесу базу на весь ноготок, чтобы не было там шишка, там чего-нибудь. Можно нанести, конечно, на то место, где будет слайдер. Но я нанесу на весь ноготочек очень-очень тоненько. Таким образом еще и ёлки у меня закрепятся, и все остальное. Тоненьким, очень-очень тоненьким, очень-очень тоненьким слоем. И отправлю в лампу. В лампу я отправлю буквально на 10 секунд. Чтобы не мучиться, можно слайдер перевести на подушечку для стемпинга. База подсохла. Теперь я могу крутить, вертеть. Как мне интересно будет это все приклеить. Или так, или так. Все аккуратненько расправлю. База, конечно, подсохла, но по ней еще можно подвигать очень-очень аккуратно. Потому что я всего 10 секунд подсушила базу. Поэтому слайдер можно еще подвигать. Но надо быть очень-очень аккуратным. Разглаживая, выгоняя воздух. Если хотите, чтобы слайдер точно у вас держался, то пройдитесь слегка по периметру праймером без кислотного. Особенно там, где есть складочки, можно пройтись праймером. И ни одной складочки не останется. Праймер сохнет на воздухе. Подождем. И здесь уже на ваше усмотрение. Можно перекрыть матовым топом, а можно перекрыть глянцевым. Чтобы точно-точно все носилось, ничего не оторвалось, ничего не отвалилось, перекройте слайдер обязательно тонким слоем базы. А потом уже топом. Можно с остаточной липкостью, топом можно без остаточной липкости. Этот вариант я перекрою матовым топом. Посмотрим, что из этого получится. Вот так будет смотреться в матовом варианте. Мне кажется, тоже очень-очень красиво. Можно, если хотите, добавить паутинку. Можно добавить, если хотите, сердечко. Или стразик в виде сердечка. Это уже на ваше усмотрение. Как нравится, так и делайте. Ну, я ставлю так, а вы в комментариях напишите, какой вам больше нравится, в матовом или в глянцевом варианте. Мне нравятся оба. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!